во имя отца и сына и святого духа 3 книга царств 12 глава 20 стих 12 глава 20 стих когда услышали все израильтяне что ира вам возвратился из египта то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами предыдущие события такие царь давид подписал царство соломону воцарил его так скажем а у соломона наследственный сын был равам и обычно когда воцаряется царь то какие-то бывают амнистии там цены повысят понизят что-то как-то тогда это было уже все и вот здесь мы видим страшная трагедия произошла над бога израным народом пришли люди воцаряется новый царь и говорят соломон накладывал такие налоги ну надо было армия огромная храм строит наемные рабочие в тысячи везде вот и облегчи маленько он поговорил со стариками совет старейшин мне говорят это правильно говорят и сейчас уважь народу они тебя на руках носить будут ну ладно я поговорю с молодыми моего возраста играть никогда не делай ты одну супу сделаешь завтра другую палец дай по локоть руку откусит ты скажи отец мой делал так я еще жестче сделаю налоги еще круче завернул я по своими словами передаю что понятно это было к ему понравилось это он неразумный был ну когда он сказал так но это было по сегодняшему сказать большое государство израиль израиль это яков это имя его а люди это по имени иуда одного из сына сыновей и когда израиль по домам нам не делать нечего с этими вождями а в это время из-за границы приехал враг которого изгнал соломон и хотел казнить его и когда узнали что он вернулся к нему сразу делегация 10 колен 12 колен было 12 областей в израиле 12 сыновей якова отдельная область вот там сибирск алтайский край кемеров красноярск вот такие были но там поменьше размером и что получилось 10 отошли 2 остались 2 эти сказали мы иудейское царство потом уже все это документы переделает как вот улицы меняли когда а который 10 будет израильтянами господь видел но тут главное это беда была даже не в этом беда была в том что они которые отошли лишились храма молиться негде а раз негде место пусто не бывает природа не терпит этого а вот теперь найдутся такие молодцы которые скажут а какая разница бог единый везде вы верите так мы верим до бог-то единый вот сегодня мне многие мусульмане всегда говорят бог-то единый единый-то единый да разное все написано и вот здесь эта история впереди которая была сейчас считаем и узнали что я на вам вернулся его 1 никто не спрашивает знаешь что он сильный здоровый политически развитый давайте его воцарим и вот дальше читаем я не нахожу толковали нигде что я хочу сегодня сказать вы участники все этого события представляете вы на этом майдане находитесь там крик шум и вот такая история уже разделение все по домам и сейчас мы увидим как сразу начинает проливаться кровь считай пожалуйста вам прибав иерусалим собрал из села дома иудина и из колена вениаминова 180 тысяч отборных воинов дабы воевать с домом израилем для того чтобы возвратить царство равааму сыну соломонову вот как они отошли а два колена теперь набирают вооруженную силу а мы их покорим небольшая такая будет военная операция это все было уже в веках когда говорят вот что-то новое но это уже было вот говорят ну раньше же не было такой чтобы от радио ставила локаторы это было в летучие мыши у нее и глаз то нету в темноте натягивать нет и она ни одну не заденется ну подводной лодки то раньше не было было уже дельфины плавали самолетов не было были птицы летали и жуковский сотни птичьих крыл разрезал узнавал подъемная сила за счет чего она выгнута должно быть крыло неровное и верхняя часть длине я просто рассказываю за счет этого на каждый квадратный метр будет 750 килограмм давить снизу попутно вы знаете и вот здесь сейчас разыграется самое ужасное что было с израильским народом ни один враг не мог одолеть сами себя одолели изнутри этот взрыв был он уже понимал но поворота не было как 10 да давайте мы их прижмем они вернутся вот и считаем войска собрали и уже надо идти и было слово божие к самию человеку божию и сказано скажи равааму сыну соломонову царю иудейскому и всему дому иудину и вениаминову и прочему народу так говорит господь не ходите и не начинайте войны с братьями вашими сынами израилевыми возвратитесь каждый в дом свой ибо от меня это было то есть войска собраны распустить по домам не надо воевать это же родные израильтяне это мы похожи друг на друга там славяне тут славяне это все было вот оно где а почему потому что в 8 44 евангелия тяна говорит дьявол если лжец отец лжи он был человеку убийца от начала не устоял в истини бы нет ни у мыстины когда говорит ложь говорит свое и вон что лжец и убийца это все теперь дьявол руководит ими если соломон искал господи научи и наставь пошли то это тоже ничего нет молодец ничего не знает а что не знает там в площадке интернет вот все теперь вот какие они советники то они насоветовали может быть я представляю как он теперь спрашивает а старики конечно пришли и сказал ну мы же просили тебя равам ну надо было сделать я сделаю я починил их и тогда сделаю реформу не пройдет уже все по-другому пошло уже ничего нельзя сделать вернуть читаем дальше и послушались они слова господня и пошли назад по слову господню я обстроил и равам сихем на горе ефремовой и поселился в нем оттуда пошел и построил пенуил и говорил и равам сердце своем царство мы может опять перейти к дому давидову если народ сей будет ходить в иерусалим для жертвоприношения в доме господнем то сердце народа сего обратиться к государю своему кровоаму царю иудейскому и убьет они меня и возвращаться кровоаму царю иудейскому понимает как это разделение возьмем так католики православные католики атоши это они придумали там новое православные не подчинились и вот это 1054 году это разделение а потом будут крестовые походы где-то здесь придут другие все боевал александр невский-то ледовая побоище то с кем было а почему сразу меняет все вот вы смотрите картина у нас висит сикстинская мадонна как выглядит с папа сик с бородой католики все сбрили папа бритый 80 лет все скоблится православным противно это потому что даже земной иерусалим нельзя заходить те которые потеряли пол бороды а мы в небесный град идем и по порядку все сейчас будем разбирать мы увидим отступники они вернуться на это не могут он-то сидит и думает люди будут ходить молиться туда будут встречаться с этими с паломниками будут спрашивать ну как у вас да вот так а как молитесь вот к вам пришли и все так у нас сколько за это время праздников было престольных праздников и они будут люди против они меня убьют тогда лишь он рассуждает как что сделать надо свой храм построить свои правила своих священников поставить они никто далее и посоветовавшись царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу не нужно вам ходить в иерусалим вот боги твой израиль который вывели тебя из земли египетской быков построили теперь поклоняются будут не надо ходить туда а которые не ходят это как от христианцы когда стала господствующей религией все должности захватили крещеный как он крещеный то вот самое здесь падение было когда константин объявил свободу война пока шла нигде этого не было чтоб так люди не верующие руководили церковными должностями священники епископы а тут вообще все рухнуло и это было уже не один раз в двести сорок девятом году внезапного сидит от рождества христова василился воцарился царь деки и вот такое гонение было не успели собирать но которые слабенькие отступили остальные укрепились и три года церковь обновилась и его убили и церковь обновленная осталось вот этого боялся рвам это вот мы откуда видим история идет и далее рассуждение чем кончается построил своих идолов свои храмы но бог то знает для бога все дороги теперь что бог молчит он не молчит он ждет критической обстановке теперь что дальше будет касается нас и поставил одного в эфире а другого в дании и повело это ко греху ибо народ стал ходить к одному из них даже в дам и оставили храм господень и построил он и он капище на высоте и поставил из народа священников которые не были из сынов ливии совершенно никто как у нас пресвитер у нас епископ но они фальшивые связи с апостольскими нет и хератония прерванная они не понимают это вот они почему в первом послании коринфян 10 глава 6 11 стих перечисляет вот такие события апостол павел и говорит а это были образы для нас достигших последних времен чтобы мы не были походливы на злое как они если они не устояли и бог будет их уничтожать вы то почему избежите бог не лицеприятен это все образы были вот эти образы сегодня идут это сектантский подход мы избрали кого-то рукоположили но кто рукоположил у бакистов первый сам себя рукоположил джон смит но его никто не рукополагал ну и что они он хороший ну хороший лютер был хороший кто он монах дал обещание богу монашеса навсегда однако женился на монашке шестеро детей нажил хорошо но у бога то все по-другому ты же богу давал обещание начало протестантизма было здесь 1517 год а оттуда теперь только в одной америке 21 тысяча разных названий сект друг другом не знаются и все еретики считаем дальше и установил ира вам праздник восьмой месяц пятнадцатый день месяца подобные тому празднику какой был иудеи там был праздник праздника мы сделаем как у тубописов день жатвы но в новом занятии никогда не было а у нас есть то есть у них праздники все день единения где единение когда такое разъединение ну когда-то там за объединялись и то есть праздников нет они не не соблюдают наши праздники ни одного не считая рождество и пасху да это еще другие числа далее и приносил жертву на жертвенники тоже сделано в эфире чтобы приносить жертву тельцам которых сделал тельцы 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 бык это тельцы и он при сам царь стоял и занимался какая разница то я даже присутствовал в новосибирске у баптистов как рукополагали одного но они руки есть рукополагают а тут журналисты были из зданий есть разные государства они машут рукой подходите вы руки положить они говорят мы и священники ну подойдите положите ну подошли я все это видела даже детская игра если бы она была без последствий но последствия такие что вы давали хлеб они тоже преломляют это вечер и называется а что взяли хлеб ну знаю магазине печенье купили переломили печенье то дают а что оно печеньем осталось у нас если спекли просворы батюшка там вознимает руки молится это тело господне это кровь у них этого нету а он все приносит жертву ну все это видят а людям это легко не надо ходить куда-то пешком идти там сотни километров до мы рядом здесь какая разница бог один это рассуждение были тогда где в этот яровам находится где те которые за ним пошли они где-то сегодня находятся они где-то живые на том свете и далее и поставил в эфире священников высот который устроил и принес жертву на жертвенники который он сделал в эфире в пятнадцатый день восьмого месяца месяца который он произвольно назначил и установил праздник для сынов израилевых и подошел к жертвеннику чтобы совершить курение заканчивается да это остатки то и главы сейчас стала глава вы никогда может быть это не считали но сейчас увидите событие которое неповторимое общий результат такой что бог сказал выполняет до конца до конца да защита я христианин нет значит не подходи бесполезно я не пойду туда и так считаем 13 главу и вот человек божий пришел из иудеи по слову господню он такой фамилии его нету имени его нету он пришел из иудеи где два колена осталось иудина вениаминова этот человек повеление божий должен выполнить что он делает в то время как ира вам стоял у жертвенника чтобы совершить курение это камни стали на наложено это быка закололи и вдруг он оттуда приходит через границу он рискует собой видно что он выполняет как и он он не побежал другую сторону фарсис а пришел туда в неневию так этот пришел к сегодняшней неневии и видит он стоит приносит жертву что дальше делает запоминайте это и произнес жертвеннику слова господне и сказал жертвеннику не к нему а к камням святые животворящий крест мы это жертвенника на котором христос лежал прибиты и далее жертвенник жертвенник так говорит господь вот родится сын дому давидову имя ему и оси и принесет на тебе в жертву священников высот совершающих на тебе курение и человеческие кости сожжет на тебе и дал в тот же день знамение сказав вот знамение того что это изрек господь вот этот жертвенник распадется и пепел который на нем рассыплется когда царь услышал слова человека божия произнесена жертвеннику в эфире то простил и ровом руку свою от жертвенника говоря возьмите его и одеревенела рука его которого он простер на него пару лет назад не может все вот так стоит и все и не мог он повороте к себе и жертвенник распался и пепел жертвенника рассыпался по знамению который дал человек божий словом господним и сказал царь и ровом человеку божию у милости в лице господа бога твоего и помолись обо мне не к этому не к бокам обращайся у тебя бог ты пришел от истинного бога и голы помолись чтобы рука-то обернулась она деревенела я не могу даже повернуть ее никак чтобы рука моя могла поворотиться ко мне и умилостивил человек божий лице господа и рука царя поворотилась нему и стала как прежде надо же его послан к жертвеннику но наказать и ровом ему не было сказано к жертвеннику но потом придет время там иудеи будет и оси и он видимо война будет захватит и раскопает кто жертву приносит и жертву этих которые новые там парторги все суда будут и за счет и выметит отсюда он сказал все но дальше что будет неповторимое и сказал царь человеку божию зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей и отдам тебе подарок но человек божий сказал царю хотя бы ты давал мне пол дома твоего я не пойду с тобою и не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте ибо так заповедано мне словом господним не ешь там хлеба и не пей воды и не возвращайся той дорогой которую ты и шел не пей не ешь и другой дорогой вернись и он отвечает правильно как ему бог сказал он царь он не мог его повернуть видно что стойкий мужественный но по православному теперь у него еще место это предание там это серафимовы котелки и там что-то ну где-то что-то прогремит и он попытается послушать другого представляете что мы там стоим рядом все это видим и пошел он другую дорогою и не пошел обратно тою дорогу который пришел в фильм вот то есть какое дело то в эфире жил один пророк старец сын его пришел и рассказал ему все что сделал сегодня человек божий в эфире тоже пророк сын его и пришел и родцу рассказал отец что этот пророк божий пророк и слова какие он говорил царю пересказали сыновья отцу своему и спросил их отец их какую дорогу он пошел и показали сыновья ему какую дорогу пошел человек божий приходивший из и сказал он сыновьям своим оседлайте мне осла по нашему заведите машину я сейчас догорю его вы приглашу угощу вон пророк я пророк все тут надо быть он взял все накормил напоил приветил двадцать пятая глава ивангет папе ну замечательная просто и оседлал ему осла и он сел на него оседлали и поехал за человеком божиим и нашел его сидящего под дубом и сказал ему ты ли человек божий пришедший из иудеи и сказал тот я и сказал ему зайди ко мне в дом и поешь хлеба тот сказал я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды все вместе ибо словом господнем сказано мне не ешь хлеба и не пей там воды и не возвращайся той дорогу которую ты шел прямо высказать что ему слово божие было нам разве мало слово божие говорит вы сейчас вот что будем говорить сами посмотрите что получится у нас и сказал он ему и я пророк такой же как ты и ангел говорил мне словом господнем и сказал вороти его к себе в дом пусть поест он хлеба и напьется воды он мог сказать бы ну при чем тут ангел когда мне бог сказал но при чем тут что там сказал серапима или кто-то матрона бог сказал ну еще в раю было сказано прах ты в прах возвратишься не написано что будете в тряпки заворачивать будете резать этого нигде нету нет но сегодня как слово мощи придумали мощи это труп как труп ну труп умер человек это труп ну как так это же мощи это же святыня вы ничего не прикладываетесь ну раз нужно я прикладываюсь но не надо забывать что трупом остается человек почему потому что самые великие люди сегодня те которые на небо еноха или я я не вернуться они не умирали их убьет антихрист и написано трупа их бросить на улицу но если они трупа остальные которые кто они такие те которые ниже то зачем придумать слова мощи нет этих слов библии нигде прямо сказать так мы трупа поклонники я не против еще раз говорю но мы пришли вплотную к этому ангел сказал и он думает ангел сказал так все же против да и поесть охота с собой ничего не взял другом что сидит то под деревом то иди скорее так пешком идет а тут подкатил на осле и дальше он солгал ему а с лошадь дьявола как же написано пророк этот гостя такой же как ты и он солгал его поэтому люди которые нам говорят о то 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 дело что не побегут лжицы вокруг нас вы никогда в это не верьте лжицы вот это например чтобы не были походливы на злое при том нигде эта история не повторяется я толкование нигде не мог найти я стал размышлять молиться и картина начала разворачиваться хоть фильм что я ведь и к сегодняшним дням там осел я говорю машина ничего то это не меняется но факт тот что зачем он послушал его но ангел сказал ты что мне не веришь все знают что я пророк но то то что кто отменял бог тебе сказал причем тут этот пророк и вот это сомнение которое у нас сбор божественно как правило делают верующие и поэтому я вам наказываю всегда вот я умираю у меня наказ 1 наказ самый большой никогда полностью не заходить патриархию чтобы они над нами командовали никогда потому что это будет вопреки того что есть нас принял под свое крыло митрополит виталий после него был лавр а до него то в самом начале антоний храповицкий да дальше считаем какие были это все на той стороне их сразу отбросили давай сюда еще и до ничего не все потеряли думали вот так оттуда люди тут как-то возродиться православие нисколько они до этого храма отбирали лгали куда вы идете то посмотрите куда тебе сказано было богом события мы революционные тебя выбросили туда мы там церковь основали не работали на органы власти кгб нигде но сохраните это нет полезли туда и нас туда тянут мы не принадлежим нет все остальные вот ангел велел давайте все вместе давайте единство единство не может быть с предателями считаем и тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды когда они еще сидели за столом слова господня было пророку против шуму его а то не господница а теперь слово господне идет он слышал господа накормил он напоил богиня кали ездит а там питали и в индии так так приветить надо человека всякую честь оказать но когда пойдет догнать его отсечь голову и череп продать кому-то это все повторяется в разных вариациях это у нас ты немножко только не там послушай ну там подумаешь ну свидетели его ну что там запретили а какие они хорошие ну переходи к нам и каждый тянет к себе никуда дороже чище православия нет веры на земле запомните это и нам ничего не надо у нас все есть хорошие отношения с патриархией такие прекрасные отношения с митрополитом сергием приезжая где-то нам не надо лезть и в петлю который нам расставляет недруги меня не будет среди вас запомните это которые не ходят вот их и нету здесь им разницы нет куда идти потому что они не работают а мы работаем у нас новые новые люди по миру приходят идет неприжимая проповедь свидетельство в интернете дальше и произнес он к человеку божию пришедшему из иудеи накормил его за столом он сразу говорит слушай бог говорит и сказал так говорит господь за то что ты не повиновался устам господа и не соблю повеление которое заповедал тебе господь бог твой но воротился ел хлеб и пил воду в том месте о котором он сказал тебе не ешь хлеба и не пей воды тело твое не войдет в гробницу отцов твоих после того как тот поел хлеба и напился он оседлал осла для пророка которого он воротил и отправился тот и встретил его на дороге лев и умертвил его и лежало тело его брошено на дороге осел уже стоял подли него и лев стоял подле тела надо осла есть он человека изломал его скрутил бросил и стоит караулит это свидетель почему же ты это делал объяснение нигде это испытание было никому не верьте библии прочитали вот сейчас все это я вам сказал все держитесь держитесь святого православия которого люди вообще не знают они думают пасы не нужны они все по-своему истолковали крещение какое ладошкой мокрой платить деньги все извращено и поэтому господь посылает и избирает человека такого как князя какого-то и отправляет наводить порядок я объясняю что к чему идет дальше и вот проходившие мимо люди увидели тело брошено на дороге и льва стоящего подле тела и пошли и рассказали в городе в котором жил пророк пророк старец пророк воротивши его с дороги услышав это сказал это тот человек божий который не повиновался устав господа господь придал его его льву который изломал его и умертвил его по слову господа который он изрек его он еще еще уже все сказал свое дело сделал зачем такое испытание было это пример он не погиб он с богом господь знает его где-то прошло поверил этом не надо этих посредников то что сказал сравнивать первым что бог сказал а первое это библия святая библия добавляйте всегда и другого не может быть они все по-своему трактуют где были разве свечи какие горят церкви посмотрите там красная там синие они должны быть чистого сковые о чем серафим савловский напоминал а там вот химия глаза выедает и дальше не надо читайте и сказал сыновьям своим оседлайте мне осла и оседлали они второго того осла отдал теперь судат бог видно что у него в достатке сыновья если бы он вот это не сделал мы бы его не знали но главное имя ни того ни другого нигде не сохранилось это означает что мы можем приложить к сегодняшним дням уже прямо по именам назвать кто это сделал кто эту реформу сделал как предали церковь сергий строгородский митрополит полно подчинен вашей радости нашей радости и которые в вузах сидели епископы всех назвал он предателями такого в истории мира никогда не было его узники за христа арестованы это слава церкви христовой так он отправился нашел тело его брошенное на дороге осел же и лев стояли подле тела лев не съел тело и не изломал осла и поднял пророк тело человека божия и положил он осла и повез его обратно и пошел пророк старец в город свой чтобы оплакать и похоронить его поплакать будет хоронить будет и потом еще заповедь даст какую и положил тело ос своей гробнице и плакал они по нем увы брат мой после погребения его он сказал сыновьям своим когда я умру похоронить меня в гробнице в которой погребен человек божий подле кости его положите кости мои ибо сбудется слово которую он по повелению господню произнес о жертвеннике в эфире и о всех капищах на высотах в городах самарийских и после всего события и рава вам не сошел со своей худой дороги но продолжал ставить из народа священников высот кто хотел того он посвящал этот становился священником высот это вело дом и рава амов к греху их погибели и к истреблению его с лица земли 10 колен провалились как преисподнюю я специально высчитаю это смотрел 691 раз говорится послал в библии 691 раз дальше слушайте 152 раза а слушайте господа бога 17 раз открываем галатом 189 как стягивается просто слова а когда господь сказал таких слов не так и много но если он сказал вот это слово божие 189 но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема как прежде мы сказали так и теперь еще говорю кто благовествует вам не то что вы приняли да будет анафема вот этот если бы он знал это все тогда по сегодняшнем садана прямо вам всем куда вы нас зовете мы то ждали когда объединение сделает они там отрекутся от того а другого от укуменизма ну что то ничего нигде не изменилось и нисколько поглотили и вертель не сплюнули мы не нужны никому кроме бога и здесь говорит если по другому он должен сказать когда пришел под деревом сидел я сказал от бога иди анафема тебе и все кончилось бы пришел бы домой дальше продолжал божью исполнять нет пошел назад он его смутил царя не послушал а это такой же как я бог переменил бог применил должен мне сказать я горжусь домой другой дорогой когда выполнил это тогда бог не скажет а если не скажет и обманщик надо иметь опыт библия сказала дальше ничего нельзя 1 коринцам 12 3 давайте посмотрим как мы должны бодрствовать над словом божиим и над своей душой 1 коринцам 12 3 потому сказываю вам что никто говорящий духом божиим не произнесет анафему на иисуса и никто не может назвать иисуса господом как только духом святым вот здесь нужно быть очень осторожными если люди признают когда я был занятия в университете а гтв а там приходили разные были адвентисты видимо и баптисты и это как вы считаете вот мы верим во христа но мы от бога это или нет вы признаете иисуса господом вот этот шаг от бога а духа святого а дальше вы никуда не пошли 33 ступени вы на первое засохли а их 33 как я на источник пишет это надо двигаться и далее 1 тимофея 1 19 мы сейчас поверим как это нам бог говорит сегодня 119 имея веру и добрую совесть которую некоторые отвергнув потерпели кораблекрушения в вере вера это вот то что нам бог дал основа основ и святые отцы когда доказывали они приводили это место я посчитала на златоуста 30 раз одну проповедь только у него места писания иногда бывает 60 раз ну как златоуст понятно он как какую глубину просматривал где-то меня иногда упрекают вы столько мест писания приводите я так научен я по-другому не могу я хочу чтобы с людьми бог заговорил а не я и когда я считаю слово божье меня уже то есть нету вот сейчас что говорится это бог говорит и дальше считаем дальше 1 тимофея 120 20 стих таковы именей и и александр которых я предал сатане чтобы они научились не богохульствовать богохульствовать а как вроде верующие это такие никого никак нет придали сатане а что означает они придал сатане это значит выхода уже никакого нет надо понимать как слова первое тимофея так второе тимофея тимофея коринфянам 11 14 и неудивительно потому что сам сатана принимать вид ангела света ведь он как подошел как сатана обман только сатаны зачем он взял нигде ответа никакого нет и мы говорим не знаем но думаем что господь решил его испытать необыкновенным путем никому не верьте кроме того написано он говорит да это устарело сейчас священники выходят прямо говорит ветхий завет это еврейские басни прямо открыто говорят и какие у вас будут священники нас когда не будет дома считайте слово божие не сидите просто так у меня глаза плохо смотрят проверили ну старческая катаракта уже началась годного глаза но я каждый день часов 14 сижу сколько людей приходит новых новых людей которые ничего не знали и господь их привлекает к себе вы молитесь об этом чтобы второе тимофея 316 все описание богу дух новинно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности все описание богу дух новинно писанием называется вот священное писание запомните три слова слова божие святая библия других названий нету это главное что нам нужно знать а остальное остальное завтра узнаете завтра я продолжу эту тему только с другого места и мы увидим кто мы такие и вам 5 39 евангелия от яна 5 39 исследуйте писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную они свидетельствуют о мне это говорится и к нам исследуйте писание великому стыду нашему столько мы заботимся об этом есть люди которые у нас библии ни разу не прочитали сектанты в среднем которые три раза просчитывать за год библию три раза ну а мне трудно считать и вопроса нету вот у нас занятия идут в общей сложности как будто бы на каждый день попадает и какие вопросы задают вот определенное место идут как святые отцы объясняют час сейчас кончился сразу меня вызывают и вопросы ответа вопроса ответа все время каждый день почти это господь так делает вас как сколько раз говорил заведите себе аппаратуру это не так и дорого это представьте звонок только нажала кнопку со всеми вместе участвует что поклонная молитва а когда ничего нету ничего и нету господу богу нашему слава предупредившему нас чтобы вы верили ему одному а не каким-то посредником если не говорят вопреки слово божие аминь